всем привет меня зовут волков александр я senior разработчик компании датарт и сегодня я хочу вам рассказать о нашем опыте модернизации монолитной системы с переходом на сервер лес микросервисы собственно о чем пойдет разговор в рамках выступления я бы хотел осветить следующие важные темы во первых это подводные камни массивной модернизации приложения с которыми мы столкнулись и с которыми можете столкнуться вы в своей практике это отличие сервер лес платформы от привычного нам астнет в папе плюсы и минусы итогов решения которые собственно мы получили в нашем случае и конечно это дать пару советов исходя из нашего опыта тем кто будет делать тоже самое в будущем так для начала давайте вам расскажу вообще с чем начинали наша система выглядела примерно так как на схеме вы видите справа на слайде это очень такая простая схема нашей системы в принципе так она и было то что у нас был frontend пользователи через определенные api взаимодействовали с некими воркерами которые выполняли собственно основную задачу все это висело на 2 опишках и общей базе данных на тот момент мы только вышли из состояния пелси вследствие чего но наш тег долг был просто огромным архитектура она работала но было видно то что ее нужно было редизайнить но такие были вот условия потому что мы это делали все быстро ну как обычно одним из моментов которые мы хотели исправить было слабое разраничение контекстов то есть как вы можете видеть на схеме наше api было нечто такое монолитное и несмотря на то что внутри там могли быть какие-то разграничения до изолированный full но тем не менее по факту это реализовано на тот момент не было мы хотели это исправить и особенно хочется отметить что поскольку мы только-только вышли из состояния пелси пользователи обратили внимание на нашу систему это были внутренние пользователи заказчика то есть это были внутренние пользователи сотрудники организации заказчика и их интерес к системе резко возрос и количество запросов на новый функционал велось на нас как из рога изобилия мы это даже немного не ожидали тот момент собственно наши цели миграции были во первых мы хотели сократить расходы на расход заказчика на инфраструктуру по своей натуре как я сказал нашу систему мил наша система была ориентирована именно на внутренних сотрудников компании соответственно она имела пиковую нагрузку в рабочие часы когда они были в офисе и в остальное время она просто его то есть вот до того что чаще всего там вообще не был пользователей это ночью или выходные сервер лес план в этом плане позволял нам не платить за ресурсы во время простоя что было очень выгодно в нашем случае следующим важным важным целью было улучшение архитектуры как самого и пиай так и системы в целом мы хотели перейти на микросервисы чтобы в будущем мы могли изолирована управлять отдельными частями системы деплоить их ну и чтобы нас было меньше различных поломок связанных с интеграцией наши ну в наших дальнейших планах была активная разработка вообще облачных технологий мы планировали интегриваться с другими сервисами эйжер там такими как сервис баз да и прочие базы да мы хотели попробовать все и конечно же мы планировали значительно уменьшить наш тех долг за счет тотальной переработки системы в процессе модернизации из этого собственно наш план надежный как швейцарские часы для того чтобы не мешать старой системе развиваться мы начали писать и пиай на функциях в новом отдельном репозитории там мы собирались воссоздать функционал который был в старом и 5 протестировать его и затем просто перенастроить юай на новое окружение сказано сделано по нашей оценке ожидаемые сроки миграции были ну где-то два-три месяца в принципе это были адекватные сроки ввиду размера система на самом деле была не такая уж прям большая первоначально мы шли довольно хорошими темпами и смогли поднять один из сервисов за один месяц разумеется был сам простой сервис но тем не менее мы уже попробовали что такое и же функция и это было полезно и это было быстрее чем мы ожидали далее мы начали переносить и попутно рефакторить все остальную систему и у нас это заняло год как вы понимаете на тот момент мы подумать не могли что процесс затянется настолько и вот именно поэтому далее я бы хотел рассказать вообще что пошло не так и почему этот процесс занял так много времени вместо ожидаемых двух-трех месяцев для небольшой систем во первых мы плохо рассчитали количество изменений то есть мы не учли что перенос кода не должен быть переписыванием системы это разные понятия и таких масштабах когда тем более систему уже вышел в продакшн то перенос кода это окей потому что можно просто взять перенести уже существующую систему на другие другие платформы в принципе это но чаще всего это без болезни к этой операции но если вам для этого нужно переписать систему то это уже не окей то есть если вам нужно для этого переписать систему то постарайтесь либо сделать сначала рефакторинг потом перенос кода либо же сначала перенести код как есть а потом уже его за рефакторить в нашем проекте мы умудрились сделать апдейт параллельно сделать апдейт фреймворка мы изменили саму структуру кода мы сделали разбиение контекстов как я говорил то есть мы выделили отдельные микросервисы из-за этого вообще структура нашего солюшена очень сильно изменилась и самое болезненное было это рефакторинг базы данных то есть мы поменяли структуру баз данных и все это привело к тому что мы даже не могли запустить новую систему на старой базе ей требовалось для этого миграция как вы понимаете это не способствует к качественному переносу кода это все вылилось действительно переписывание но при этом большинство изменений они были необходимы для поддерживаемости кода просто только лишь потом узнали что нужно было делать это все самого начала на том что у нас есть следующая причина это тестирование мы про это не знали хотя наверно могли догадываться в нашем коде в принципе было много юнитестов те они работали все они помогали но они помогают только лишь если мы переносим код как как он есть нашем случае изменилась структура кода и все наши старые не тесты соответственно тоже работали только лишь для старых модулей были интеграционные тесты и они тоже работали но не все таки становится чаще всего бесполезными по той причине что но меняется платформа и соответственно вообще принципе интеграционные тесты они довольно таки хрупкие по своей природе и здесь это играет свою роль функциональные тесты они действительно становятся таким спасательным кругом если вы можете протестировать систему каким-то выселением или чем-то просто автоматизировать ручной труд специалистов то это хорошо но в нашем случае функциональные тесты были но они были старыми и виду отсутствие к автоматизировать уже новые функции из-за этого не просто естественным образом устарели и были неприменимы на новые версии нашей системы из-за этого все наше тестирование легло на плечи мануального тестировщика что опять же затянуло миграцию очень сильно и но это было очень неприятный опыт следующая причина она идет все таки от бизнеса то есть невозможен был код фриз наш проект уже находился на продикт я сказал от пользователей шли запросы на там какой-то дополнительный функционал или какие-то изменения и мы были обязаны не реагировать опять же заказчик нам вначале сказал что там окей какой-то feature freeze может быть на какой-то небольшой промежуток времени но понятное дело что данных слоях мы вышли за этот промежуток и из-за этого нужно было обновлять старые и 5 и началась гонка функционала когда нам нужно было писать код и в старым салюшами и в новом все это соответственно сильно увеличил вообще время к санала и как вы можете понять отрицательно сказывалось вообще на качестве кода и на сроках ну и более интересная причина которая уже не совсем очевидно на экране видите сильно упрощенную схему нашего деплое до переезда на ней видно что мы деплоем один и тот же код на немного разные платформы то есть для целей тестирования это были он премьер сервера там виртуалки на которых мы запускали наши астнет в аппе приложения и все она работала все было замечательно когда мы все это тестировали мы делали деплой уже в облака в об сервис и она там прекрасно работала вот такой удаленно немножечко риторический вопрос то есть как вы думаете работает ли такая схема для сервер лес то есть для чего то что работать только в облаке ну ответом будет нет то есть в принципе функции можно запускать как-то локально но все-таки по своей природе это немножечко уже другое и скорее всего будут неожиданные баги связанные с тем что вы все протестировали все замечательно на вашем он премс сервере но вы задеплоили и все стало плохо и ничего не работает для того чтобы объяснить почему же так происходит и почему мы не могли деплоить по старому давайте далее я вам расскажу о том что же вообще собой представляет сервер лес в частности и же функция который мы использовали как он отличается от привычных нам астнет в аппе приложений первонаправо если вы пойдете на википедию то вы увидите следующее определение то что сервер лес это стратегия организации платформенных облачных услуг при которой облака автоматически и динамически управляет выделением вычислительных ресурсов в зависимости от пользовательской нагрузки это довольно хорошее определение довольно точное к нему хочется рад что добавить только то что облака также дополнительно изолирует вас от прямого взаимодействия с хостингом то есть она берет на себя именно реализацию приложения и оставляет вам только лишь некие исполняемые модули и самое главное из этого определения что ресурсы выделяются динамически это накладывает определенные ограничения и предоставляет также дополнительные преимущества при этом инфраструктура написано за нас то есть как следствие дополнительные возможности которые там можно было бы заимплементить в условиях обычного астнет в бабе приложения но она бы обошлось очень дорого в своей реализации и в поддержке и но я бы не рекомендовал такое делать самим то есть зачем если уже все сделано за нас чтобы нагляднее показать как это выглядит в контексте обычных ресурсов давайте взглянем на привычную для многих диаграмму типов обычных сервисов на этой диаграмме вы можете видеть скорее всего знакомые вам столбцы они описывают разницу между различными типами обычных сервисов но также здесь вы можете заметить возможно непривычную колонку с function as a service эту колонку стали в последнее время выделять как отдельный вид сервисов и она в отличие от платформа за сервис в ней облака также управляет самим приложением которое запускается но в отличие от сервис за сервис мы обладаем всей мощью и гибкостью который нам предоставляет выбранный нами язык программирования для написания какого-то функционала и действительно это очень такое получается гибкое решение которое применимо но в большинстве случаев основными особенностями measure function является ну и вообще основными особенностями сервер лес является тем что нет нагрузки и нет мощностей то есть мы не платим за хостинг если никто не пользуется нашим приложением то есть вот может быть и 5 который дергается там раз в месяц и вы заплатите только лишь за этот один единственный несчастный вызов вы не будете платить за месяц хостинга всего и 5 это масштабирование в момент необходимости то есть если у вас неравномерная нагрузка и в какой-то момент на опи свалилась прям лавина запросов то облака автоматически горизонтально масштабирует ваши сервисы чтобы с ней справиться и чтобы все смогли достучаться до вашего и пи ай не нужно и даже не всегда возможно конфигурировать хостинг это является особенностью все-таки функция сервис поскольку приложение уже находится в области в контексте облака то его конфигурация соответственно ограничена реализацией вашего ну в случае с эйжер ограничено возможностями фанкшн аппы при этом у вас другая особенность является интеграция с другими сервисами это очень крутая особенность дело в том что ваш вашей 5 может взаимодействовать с другими сервисами прямо из коробки поскольку приложение я уже сказал это часть облака вы можете из коробки получить доступ к другим сервисам облака и даже там не писать строк никаких строчек кода ну или там может быть просто конфигурировать его или просто сказать что вот мне нужна такая информация все остальное будет сделано за вас как следствие возможно построение целой цепочки выполнения в частности есть даже отдельный вид стейт лес стоит full извините функций те которые сохраняют свой статус между запусками это durable functions очень интересная штука которую я про который сейчас мне просто не хватит времени вам рассказать но таким образом вы можете построить целый воркфол давайте дальше вам расскажу вообще из чего состоит и же фанкшн в первую очередь это фанкшн об то есть это контейнер который объединяет отдельные функции вы можете ее воспринимать как ваше оснет в аппе приложение в принципе очень такая прямая аналогия и в коде но тоже очень сильно похоже это собственно сама функция которая представляет собой некий endpoint который может быть вызван по-разному за вызов функции отвечает триггер то есть триггеры это штуки которые инициируют вообще запуск функции самые привычные понятные вам и тогда он будет от http триггер но http триггера действует как endpoint мы посылаем запрос и функция поднимается и выполняет некие действия также вместо http запроса это может быть какое-то расписание например запускать вашу функцию только по пятницу в шесть часов вечера или запускать там каждые пять минут принципе неважно это вы все настраиваете сами это может быть какой-то месседж брокер сервис бас кафка ребят мки возможно там уже даже еще какие-то появились интеграции то есть как только появляется сообщение в очереди или топики сервис баса запускается ваша функция которая работает это сообщение и ваша функция кстати говоря получит на входе информацию о сообщении которое ее вызвало то есть для http это http request это тоже самые объекты с того же пространства имен что и для в бабе для месседж брокеров это собственно сообщение это может событие или же изменение какого-то объекта в хранилище космос дебе или в об сторожи собственно вот этот сообщение они передаются через привязки но очень похожими привязки бывают двух видов это входные привязки и исходящие импульс байликс и акул байликс это дополнительные вещи к триггерам то есть они передают какую-то дополнительную информацию в вашу функцию это может быть например файл из блог сторожа вы можете например при на функция с http триггером на какой-то запрос подтягивать также дополнительно файл из вашего боба с той целью чтобы прочитать его никакого дополнительного инфраструктурного кода вам писать не придется и output bindings это похожие вещи в качестве output bindings могут выступать любые сервис но вы можете интегрироваться таким образом с любыми сервисами которые участвуют в триггерах и input байлингами и дополнительно даже с твилео и с энд гридом пример output бандинга вы можете видеть на экране это собственно объявление функции где вы видите два дополнительных параметра и мышь small и и над медиум вы можете вписать какие-то данные в эти стримы и система облака автоматически запишет все эти данные туда в блог вам вообще не придется ничего дополнительно писать так когда мы с вами уже познакомились вообще что такое функции давайте дальше я расскажу вам какие ключевые плюсы и минусы от их использования получили мы и скорее всего это поможет вообще определиться подходит ли они вам сначала давайте поговорим о плюсах для нас самым большим плюсом это был плюс для заказчика это экономия при неравномерной нагрузке на систему то есть в нерабочее время когда вашей системы никто не пользуется вы вообще можете даже не платить за просто не платить за нее вы не платите за и 5 также у вас имеется очень удобное автоматическое масштабирование то есть если к вам наоборот пришла там лавина клиент я уже сказал вы все они получат одинаково быстро того что облак автоматически и горизонтально от масштабирует вашу систему и у вас будет не один какой-то instance который бедный будет пытаться 10000 запросов обработать это будет уже какой-то там ну здесь 100000 инстансов которые очень быстро за адекватное время смогут обработать все запросы и пользователь даже не заметят этого дальше то что это простые решения для непростых задач здесь я уже говорил про привязки и триггеры то есть то что вы можете очень просто решить проблему интеграции с другими вообще сервисами проще поддерживать архитектуру чистой потому что сервер лес это чаще всего именно микро сервисы и но в принципе сама природа вашего вашей системы она будет вас располагать к чисто архитектуре это построение workflow опять же при помощи durable functions но нечто что выходит за рамки этой презентации но очень советую про это почитать интересная штука в дальнейшем мы ее реализовали в общем целом функции действительно они меняют представление об api и бэк-энди после перехода на сервер лес вы уже будете задуматься бэк-энди никакая наборе инпоинтов а как а полноценном флоу вашей системы но конечно же есть минусы у функции во первых то что не все что есть в основе пор есть в же functions в частности мы столкнулись с тем что мы не смогли привязать нам параметры к нашим роутом нам пришлось обходить это через там через строковое представление на просто строки и дальнейшем кастить это в нам и это роутинг на самом деле он довольно таки плохо реализован на мой взгляд то есть один одна функция соответствует одному роуту но при этом на этом роуте может быть несколько htp методов при этом но получается так что входная точка одна и далее приходится прям в коде вам разбираться какой-то был метод ну что очень неудобно это холодный старт дело в том что каждый раз когда приходят запросы и облака масштабирует вашу систему там дополнительный инстанс вызывается пока он не поднимется пока он не про инициализируется пока он не обработает ваш запрос пользователь не получит ответа именно вследствие этого я бы например не рекомендовал используйте же functions качестве бэкэнда для юая потому что но пока не обработается запрос пользователь будет видеть этот спиннер а в зависимости от того насколько хорошо написали систему это может быть либо там несколько секунд может быть и целая минута да и целую минуту ваш пользователь будет сидеть и ждать ответа также не очень удобно и локальный дабак поскольку все-таки сервер лес это про облака локально приходится работы с различными эмуляторами что очень неудобно как следствие эта проблема с конфигурированием и есть еще такая проблема с непрозрачной системой авторизации аутентификации дело то что есть два различных вообще встроенных именно встроенных способа аутентификации это оаус и фаншинки и друг с другом они как не связаны вы можете настроить один и другой вы можете настроить только один из них того или вы можете вообще ошибиться и не настроить ни один из них чисто ошибки но вся описана проблема это ли что с чем мы столкнулись чтобы в вашем случае конечно неизвестно и нужно понимать что технология бурно развивается и возможно с чем-то из этого уже разобрались либо с чем-то из этого может быть разберутся в ближайшем будущем стоит ли обозначены преимущества трудностей с которым может столкнуться решать только вам и несколько советов напоследок о том как смягчить миграции на и же functions для вас во первых это отделение бизнес-логики крайне желательно чтобы ваша бизнес-логика жила отдельно от платформенного кода кода и тогда как видите вам придется гораздо меньше кода переносить ваши юнит-тесты к примеру будут жить все будет замечательно вы просто поменяете ваши эндпойнты на самом деле лучше всего это делать до перехода до миграции это выделение bounded контекст то есть нужно разграничить ваши сервисы до миграции для того чтобы вы могли отдельными кусками вообще их переносить то есть каждый контекст должен владеть своими данными и своим хранилищами если она есть и как можно меньше зависимости должно быть между вашими контекстами в этом случае это вам легче будет переносить от части вам не потребуется фича фриз поскольку вы спокойно сможете переключаться между задачами миграции и между написанием нового функционала никто не помешает вы просто будете маленькими кусками все это делать и даже если вам все-таки потребуется вносить изменения там и там то все-таки это будет гораздо проще делать если у вас ну какие-то очень ограниченные объемы этих изменений конечно же такой простой совет который наверное вы слышали на большинстве выступлений про какие-то различные миграции это не пренебрегать и юнит тестами функциональными тестами интеграционные тесты тоже желательные но опять же они уязвимы ввиду своей природы и однозначно могу сказать вам то что наличие какой-то automation может вам сэкономить прям целые недели разработки просто за счет того что вам не нужно будет делать постоянно регрессию и проверяйте совместимость вашей системы на всех этапах то есть не делайте рефакторинг который ломает обратную совместимость вашей новой новой версии системы и старой примеру как вот нашем случае это было не делайте такие миграции базы данных как который я рассказывал проверяйте совместимость функции с используемыми версиями фреймворков которые у вас уже есть если что-то устарело то лучше сначала их обновить и проверьте а потом уже делать иммиграцию и и совет из разряда очевидных не меняйте при этом интерфейс вашего api иначе получите прям совсем мешанину из-за функциональных изменений и нефункциональных изменений и напоследок палочка-выручалочка спасительная кнопка откатить чем лучше настроен ваша сети pipeline тем вам будет легче и тем меньше ущерба вы можете причинить случае неудач то есть вы всегда сможете откатить ваши изменения и переди поить старый код учите что крупные миграции лучше всего делать мелкими шагами и настроенные правильно настроены пейплайны вам в этом помогут на этом пожалуй все спасибо вам за просмотр прослушивание за эти вопросы буду рад на них ответить александр спасибо слышно ли меня да слышно а я рад слушать что я говорю не со стенкой я пришлю тебе фотографии у стола зал тебя слушает а мы можем задать вопросы нас слышно и мы попросим еще выбрать лучших вопросов или все три которые будут заданы и небольшими сувенирами как благодарность за то что вы слушаете очень внимательно кто готов задать вопрос давайте представляться и будем заодно ознакомиться алло слышно меня да 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 слышно привет меня зовут игорь я с тобой там год сидел в общем рядом прямо в старом офисе если какой-то у вас шерд функционал есть между функциями как вы вообще его дипло или как вы его поддерживали поле это какая-то просто share библиотека или вы сделали какой-то и пиа и позади этого для того чтобы функции как бы бились у него в этот опять и как вообще какие проблемы с диплоем были вот когда какой-то шерд функционал есть шерд функционал но в целом в контексте микросердж в контексте bounded контекст я вам хочу сказать то что мы с этим столкнулись уже гораздо позже это небольшой получается зло заходя вперед но в целом библиотеки вполне нормально используется в функциях также как они использовали любом другом и 5 то есть нет никаких вообще отличий поэтому я говорю например про разделение бизнес логики и разделение платформного года то есть вы можете вообще платформенный код отвечающий за ваши именно endpoint API выделить в отдельный каком project и отдельно просто в качестве библиотеки подключать ваш бизнес логику точно так же вы можете в этих либах использовать свой какой-то общий код он без проблем билдится диплоится все это будет в виде одного единого приложения но в этом плане все точно так же как и для of net в вопер приложений спасибо еще давайте по очереди появления вопросов спасибо привет саша спасибо тебе большое за доклад сергей просин деливер менеджер датар у меня такой вопрос прекрасный доклад и здорово ты заметил про масштабирование да что функция позволяет легко масштабировать приложение в то же время огромное количество есть истории в интернет как там ошибка в запуске функции приводит к счетам там десятки тысяч долларов и там сотни тысяч да и потом это масштабирование как бы она достаточно негативно влияет на здоровье разработчиков вот соответственно у меня вопрос как контролировали бюджет получалось ли у вас это или нет и если на текущий момент инструменты которые позволяют от этой истории защититься и соответственно с точки зрения разработки пытались как-то как искать не пропустить такую проблему и если да то как спасибо да замечательно на самом деле вопрос потому что так где-то я тоже читал что в частности ddos в этом случае додос атаки происходят не из-за того что до отказ в просто мощность мощностях сервера да а в отказе просто кошелька заказчика то есть если сдать такую систему на функциях и если там нет ограничителей то действительно это может быть просто огроменные счета который очень больно ударит насколько мне известно но если честно мы прям сильно эту проблему не смотрели по той простой причине что у нас это была внутренняя система которая используется внутри организации соответственно но у нас были дополнительные системы безопасности типа front door которая вообще не пускал никого с незнакомых там айпи да и дополнительно у нас да еще очень сильно помогает application insights сейчас вроде это как-то монитор вижу монитор по-моему называется это просто телеметрия который по которой можно очень легко отследить где какие вызовы приходили на ваши функции то есть все все вызовы становятся контролируемыми и проверяем и опять же если у вас какой-то прям пик нагрузки вы можете поставить там алерты или даже принудительно там по моему кстати да это можно принудительно выставить там верхний потолок масштабирования что допустим у вас запустится максимум там 30 инстансов и все дальше уже нужно но сама сама система сама облака будет добавлять тротлинг или там что-то подобное не знаю не проверял но проблемка действительно существует просто она менее такая широко распространенная пока что спасибо 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 за доклад меня зовут виктор я хотел бы уточнить вот ты вначале презентации рассказывал про хттп запроса потом в качестве минуса указал что у них холодный старт они достаточно долго стартуют функции и ты бы все-таки не стал их использовать для качестве стандартного в 5 пытаюсь понять вы в своем проекте его используете чисто для переписывания job для каких-то бак-н задач или все-таки также реализовали их заменой в пипе классического да в панте дел почему и про это написал с такой садили более потому что на самом деле у нас это используется как бак-н для нашего там react приложения для фронт-энда и именно поэтому я писал про колл старта есть у нас были такие проблемы когда мы поначалу ну не сильно еще разделили контексты когда мы все только начинали делать у нас были даже минутный вот про которые говорил задержки на юай когда просто пользователь видел вот этот кругляшок загрузки но это происходило до для первого запроса а дальше уже пользователь мог работать с системой уже без проблем в принципе эта проблема но она присутствует она решаемая но на самом деле там у этого решения есть тонкие большие минусы до точнее потеря части усов от serverless то есть можно сделать функции сделать так чтобы всегда была какая-то одна эта функция но это немножечко ударит по бюджету потому что получается но все равно придется платить за какой-то простой с другой стороны пользователь никогда не получит колл-старт соговорочка наверное про то что никогда возможно получит только лишь если их прям будет много и что-то там начнет внутри облака масштабироваться но в целом да это можно использовать если но опять же если у вас эта часть там например вашего фронт-энда не сильно используется иначе но действительно есть такая проблема с колл-стартом моя рекомендация но все-таки скорее это либо не использовать либо учитывать даже наверное я не правильно сказал надо было сказать то что нужно учитывать это при построении вашей архитектуры чтобы как эту проблему решать самого начала чтобы это не оказалось неожиданностью сюда еще такой вопрос уже этого касался ты говорил что шарик компоненты если мы делаем свой проект да мы его там запаковываем отдельную либо и шарим используете ли вы какие-то фидпати лайбари там для pdf генерации еще каких-то репортов были ли с этим какие-то проблемы меня больше интересует какие-нибудь либо которые мы тащим снаружи нет абсолютно никаких проблем мы не встретили вплоть до того что мы даже но сначала мы с опаской это делали но потом мы проверили это даже работает даже взаимодействовать немного системой то есть когда разворачивается функция если у вас там есть какие-то файлы которые включены ваш проект ну к примеру джейсон конфигурацию как нашим был случай то они также успешно появятся у вас там в папке где-то в облаке где-то там на их сервере вы сможете к ним обратиться у вас будет к ним доступ мы создавали файлы там мы даже их именно до создавали записывали мы читали в принципе ведет себя ну так же как и обычное приложение просто нужно учитывать тот факт что тот instance который был запущен там сейчас не факт что вот для конкретного запроса не факт что следующий раз когда придет запрос это будет тот же самый из нас то есть это может быть уже какой-то новый который из-за масштабирования может быть вас там прошло какое-то время старый уже был убит и будет поднят опять же новый то есть нет вот этой надежности но все этот нет библиотеки которые мы использовали но мы не встретили проблемы ни с одной из них но это в нашем случае не знаю может быть какой-то экзотический случае у вас спасибо большое спасибо за доклад меня зовут василий уфимов меня знать должен вопрос про разделение контекстов это же как с антитив фреймворком разделение контекстов когда ты бы разные базы раскладываешь по нужным серверам ну разные таблицы по нужным сервисам раскладывать нет не совсем это из разряда ddd domain-driven design то есть различные контексты это различные вообще части бизнес фол то есть ну к примеру но это на самом деле очень большая такая тема то есть это например может быть какой-то сервис заказов сервис оплаты там сервис чего бы то ни было еще до там доставки и чтобы не смешивать вот главная задача это не смешивать эти все сервисы какой-то один большой монструозный сервис который впоследствии будет очень трудно поддерживать чем сильнее будет дробление и чем более изолированные будут между собой вот эти вот сервисы тем проще их переносить потому что но если они взаимодействуют там путем каких-то http запросов или если это будет какой-то месседж бас то не важно вообще на чем написан сервис на другой стране это может быть вообще другой даже язык программирования и вот в случае такой миграции в калирова на какой-то один сервис конкретный правда эти посмотреть прощупать подходит ли вам отель нет и затем уже переносить остальные части без ущерба для системы в целом вот таком смысле но именно имеется ввиду вот микросервис и в конце концов они на одну базу ссылаются или на разные желательно что были на разные то есть чтобы это были вообще отдельной базы чтобы они вообще никак не были между собой связано это как вообще отдельные совершенно отдельные сущности которые ну вообще между собой никак не взаимодействует кроме как путем кого-то транспорта я понял просто на них немножко не так понял я хотел спросить были были проблем что допустим ты все микросервис ссылается на одну базу и потом где-то тащишь таблицу если ты вдруг где-то неаккуратненько промегрировал таблицу на одном сервисе и где ты будешь хранить эту миграцию но в общем как ты синхронизирует всех юзеров между собой но к сожалению к сожалению были проблемы как я показывал на слайде с старой системой у нас были 2 и 5 там внешний такой который на фронт-энд и внутренний который для воркера они ссылались на одну базу как раз китае тот случай и действительно там но были настолько сильно связаны что если честно мы даже по моему до сих пор не смогли разделить они так с пор и висят просто они купированы тем что ну мы их считаем как за один сервис хотя на самом деле конечно неправильно до от такого нужно избавляться в целом то есть нужно вообще выделять как минимум нужно чтобы отдельные сервисы работали с отдельными до дебе контекстами если мы говорим про идти фреймворк чтобы они вообще работали с отдельными своими таблицами и не пересекались между собой потому что если они это делают то это боль ужас и я такого не пожелаю вам но в плане юзер получается вы как-то на одно и то же свои но плане юзеров например если юзеры то это должно быть отдельно баз данных юзеров которые со своим отдельным сервисом юзерапи которая на которой все ходят спасибо а последний этот вопрос будет последний привет меня зовут андрей хотел спросить про масштабирование ты говорил скажи масштабируется это по контейнерам или по функциям по каждой функции по контейнерам до масштабируется именно по контейнерам но в принципе да там один единый стартап но так же как и в снег кортом приложениях у нас есть прям фалик стартапа который вызывается который поднимает инстанс и который в дальнейшем отвечает на запросы он живет какое-то свое определенное время может там от видеть не на один а там на десяток запросов да ну пока они там живы если он уже становится никому ненужным и но ники больше запрос не приходит то он убивается но он себе содержит всю фанкшена по это и ну как дополнение к вопросу как вы разделяли функции то есть стоит ли выносить один фанкшена как как отдельный сервис или может там стоит разделить в один фанкшена потом все триггеры по времени в другой там полу на вид вас повесить чтобы чтобы раз более детально масштабировался или можно все засовывать один контейнер можно засовывать все в один контейнер в принципе это играет сильно роль разве что для http потому что только лишь там там колл-старт играет какую-то вообще роль для всех остальных взаимодействий ну то есть это для мессенджинга это вообще синхронные вещи дают для сторожей там тоже не важно как долго ваша функция будет работ поэтому достаточно иметь один проект под фанкшена по и там уже будут все и сервис бас и таймеры и штепы спасибо ну сейчас у тебя сложная задача назвать три вопроса не знаю по темам или как-то которые тебе показали самыми интересными или сложными или неожиданными давайте пускай это будет вопрос про масштабировать последний вопрос вопрос про масштабирование который в контексте то про что я не рассказал про бюджеты и давайте так еще был вопрос кроме васи честно я просто сам вопрос немножко подзабыл это самое сложное потом да вспомнить вопрос да мне понравились два вопрос да два вопроса давайте тебе понравились два вопроса да спасибо тебе огромное у тебя конечно немножко стандартное было подключение и не совсем онлайн и совсем не оффлайн давайте да всем спасибо что пришли очень приятно